Скатала колобок, изжарила его в масле и положила на окно студиться. Я думала, колобок всегда в печи делала. Полина с мужем решили однажды завести второго ребенка, но на обследовании узнали, что будет двойня. Анечка родилась через пять минут после Максима. Женщина счастлива, всегда хотела много детей. И она и муж выросли в больших семьях. Но вот сначала к радости примешалась и тревога. Было какое-то опасение в плане того, что на наши мизерные, декретные, как можно прожить с тремя детьми. И мы с мужем решили, что нужно посмотреть, поискать. Ну, наверняка государство что-то для нас, для многодетных семей что-то сделало. Мы же сразу перешли в статус многодетных. И нашли. Одним из бонусов многодетности оказался краевой материнский капитал. В отличие от федерального, его выдают при рождении третьего ребенка. После недавней индексации сумма выплаты почти 137 тысяч рублей. Не лишние деньги для большой семьи. Вот только закон, по которому их выдают, действует лишь до конца этого года. Эта мера социальной поддержки существует уже 7 лет. И за это время родителей с тремя малышами в крае действительно стало больше. Именно поэтому появилась идея продлить выдачу материнского капитала еще на 3 года. Этот вопрос обсудили сегодня в Комитете по социальной политике законодательного собрания. Если федеральный закон о выплатах стимулирует на рождение второго ребенка, то цель местного – помочь тем, кто решил завести третьего. А таких с 2011 года набралось 35 тысяч. Временно исполняющий обязанности губернатора инициатива внести поправки в этот закон, то есть продлить региональный материнский капитал до 31 декабря 2021 года. И мы поддерживаем это двумя руками. Когда появляется второй ребенок, это уже 4 человека и один работающий. Когда третий ребенок появляется, это уже 5 человек на одной зарплате. И вот в совокупности с федеральным материнским капиталом, это, конечно, очень хорошее подспорье, особенно в части решения улучшения жилищных условий, потому что вместе размер федерального и краевого материнского капитала составляет 590 тысяч рублей. Это очень существенная поддержка семей. При этом краевую выплату можно потратить несколько иначе, чем федеральную. Не только на жилье и образование детей, но и на покупку машины или, например, медицинские приспособления, если они необходимы ребенку. Наша героиня Полина решила вложить свой маткапитал в ипотеку. Говорит, жить в пятером в нынешней квартире тесновато. Теперь с нетерпением ждет новоселье. Мария Антюшева, Алексей Овсянников, Енисей, Новости.